Здравствуйте, дорогие друзья! Запрет на полеты в центральную часть и юг России продлен до 25 мая. В общем, 11 аэропортов, но самые важные для тех, кто хочет путешествовать на юг, это, конечно же, Симферополь, Анапа, Геленджик, Краснодар, Ростов, потому что ближе подъехать вы, к большому сожалению, не сможете. Это продолжается уже огромное количество времени, уже более двух месяцев. Я неоднократно говорил, друзья, рассматривайте другие варианты маршрутов. Многие подписчики купили билеты на поезда, но и пассажиропоток поездов, к сожалению, не сможет заполнить наши курорты. В том же самом Крыму говорят о том, что могут не открыться около 20-30% средств размещения. Это официальные средства размещения, не говорим про частный сектор. Об этом вчера писали коммерсанты, был отдельный видеосюжет, можете по ссылочке его посмотреть у меня на канале с разбором данной статьи. Прям печально, на самом деле, такое ощущение, что у нас специально все это делается, потому что, чтобы въехать в Крым или в Анапу, вам придется ехать через реверс на Коржевском. Мои подписчики в комментарии написали о том, что им пришлось простоять там больше трех часов, чтобы проехать. Понимаете, это еще было не сезонно, просто майские праздники. Что будет далее, это прям печально, потому что на табличках там висит, что окончание работы середина октября 2022 года. Как раз-таки полностью весь летний сезон попадает под это. Если ехать туда, в сторону Геленджика и Сочи, то то же самое, везде дороги убитые, разбитые, особенно на подъезде к Новороссийску. Это прям жесть, что за дорогой от Верхнебаканского до Крымского получается. Просто ужасная дорога, непонятно, почему к сезону ее не подготовили. А сейчас, если начнутся ремонты, вы понимаете, что опять все задохнется в пробках. В общем, у нас, как обычно, две беды. Многие считали, что аэропорт не принимает огромного количества отдыхающих, но по данным, допустим, о Симферопольском аэропорту, 6-7 миллионов в год. Когда РЖД, наши железные дороги могли только 2,5 миллиона человек переместить на курорты. Вот такая вот статистика сложная. Друзья, пишите, собрались ли вы ехать. Хотя я уже постоянно читаю в комментариях о том, что многие из дальних регионов нашей России из-за самолетов, конечно же, отказываются. Либо выбирают Сочи и Абхазию. То есть, те направления, потому что туда все-таки прилететь можно. И в Сочи автобусы до аэропорта и обратно переходят на круглосуточный режим работы. Потому что очень большой пассажиропоток и людям надо уезжать. Даже таксисты не справляются. Для тех, кто раздумывает о том, что прилететь в Сочи на такси и уехать в Анапу, вне сезона там минимум 10 тысяч стоило такси. В Асточке дополнительные до сих пор еще вечерние не добавлено. Автобусы тоже самое. Даже если вы поедете на такси или автобусе, у вас это будет просто адская поездка. Потому что, как я уже говорил, везде на дорогах реверсы и пробки. В общем, какая-то, знаете, такая прям провокация для наших регионов. Знали, что такая ситуация. Подготовить дороги и какие-то пути логистики можно было. К сожалению, мы увидели провал сезона. В Крыму заявляют всего лишь 10-15% мест средства размещения. Работают, говорят, что в Анапе гораздо лучше было. У нас всего лишь 90 тысяч человек отдохнуло за майские праздники. Это для города вообще как бы незаметно, потому что отдыхало у нас там по 3,5 миллиона за сезон человек. Будем надеяться, конечно, на лучшее. Вам всем желаю мирного неба. Не переживаю по этому поводу. Не паникую. Просто консортирую факты и делюсь информацией. И потом можно читать еще в комментарии от вас, которые вы пишете о том, как вы едете, какие пути для себя выбрали и почему. Обязательно пишите, потому что сейчас мы как бы коллаборацию такое производим между всеми подписчиками, чтобы понять, как можно легче добираться на юге. Я со своей стороны показываю средства размещения, чтобы вы знали, где можно остановиться. И стараюсь выбирать самые такие бюджетные варианты. Ну, а вы когда приезжаете, смотрите по сторонам, встречайте меня и давайте свои отзывы о том, как вы здесь отдыхаете, как добирались. И вообще понравилось или нет. Всем пока-пока. С вами был Юрий Азаровский. Не забывайте подписаться, поставить лайк и, конечно же, пишите комментарии. Так, кстати, о погоде. Погода у нас печальная сегодня. Плюс 17 пасмурно.